Всем привет! С вами Вальфрам, первый ярославский видеоблогер. Давненько я не снимал видео на веб-камеру, но на то была причина, потому что компьютер был сломан. Три месяца я его ремонтировал. Да, как-нибудь, наверное, будет видео по этому поводу, как я отремонтировал компьютер. Там первая часть есть, как я его ремонтировал, а вторая будет уже, как я его отремонтировал. Через что пришлось пройти, чтобы отремонтировать компьютер. Ну, сейчас более-менее он работает, действительно. Купили новый блок питания, всё нормально. Можно на веб-камеру снимать. Теперь вот на эту, да. Не к ноутбуку её подсоединять, а непосредственно к стационарному компьютеру. Можно даже стримы устраивать. Возможно, скоро будет какой-нибудь стрим. Ну, сейчас решил такое небольшое видео заснять. Вот, есть у меня такой вот продукт. Шпик солёный. Как бы тут шуб сфокусировался. Оп, шо оно не фокусируется? Не понятно. А, вот. Классно сфокусировался. Шпик солёный консервированный. Вот здесь состав указан. Кому интересно, прочитайте. Так, технические условия. Брянская область, город Стародуб. Этот шпик, он идёт в составе сухпайков. Обзоров сухпайков у меня никогда не было. Потому что их покупать надо. Расходы, так сказать. Сколько он там стоит? Рублей 700, 800. Это вот надо купить его. Просто так вот это... Не знаю даже зачем. Может я его есть не буду. Может он мне не понравится. И вот сделать на него обзор. А это мне бесплатно. Как говорится, подогнали этот шпик солёный. И я его сейчас попробую с хлебом. Вот у меня хлеб есть. Чёрный. Как хоть он на вкус. Некоторые вот люди не любят сало. Вообще свиное. Ну, некоторые по каким-то таким вот религиозным убеждениям. Некоторые просто не любят, ненавидят. А я к салу отношусь нормально. С детства люблю этот продукт. Так что для меня не будет это как-то в новинку или ещё что-то. Сейчас распакуем. Посмотрим, что тут. Так. Распаковал. Вот такой вот вид имеет это дело. Чем-то похоже на какую-то ветчину, скорее всего. Да, и даже запах, кстати, ветчинный такой. Раньше вот в 90-е, когда вот первая ветчина появилась, она очень была популярная. Вот ещё когда дед был живой, он всё закусывал ветчиной. Там она такая в банках была, консервных. И это такой ветчинный вкус. Можно даже сказать, какой-то такой кусок мяса, что ли, вот какой-то такой желейный продукт. Я думал, шпик это будет, он действительно, вот как вот берёшь сало. Есть такой рецепт. Молишь его, размалываешь через мясорубку с чесноком и намазываешь на чёрный хлеб. Это вообще очень вкусная вещь. И я ожидал что-то, нечто подобное. А здесь оказалось нечто совсем другое, какого-то ветчиноподобного вида. Да, это шпиком называть как-то сложно. Это ветчина. Сейчас сделайте бутерброд. Вот, кое-как сделал бутерброд. Давайте попробуем что-то такое. Ну, в принципе, это и имеет вкус ветчины. Просто здесь преобладающее количество вот сала этого, за место мяса. А в ветчине побольше мяса. Да. В принципе, вкусно. Есть можно. Такое дело. Вот, считай, целый кусочек мяса. Мясо с салом. Угу. В какую-нибудь поездку, в путешествие, на какой-нибудь поход там, можно взять вот этот продукт. Почему бы и нет. С вами был Вальфрам. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте. И дальше будет интереснее.